Здравствуйте, уважаемые коллеги! Здравствуйте, уважаемые новички! Меня зовут Жанна Пасечник, я являюсь участником проекта VIP-территория и в этом видеоролике я попробую вам осветить, зачем нужно делать заказы в компании Ariflame и нужно ли их вообще делать. Очень часто приходит новичок и спрашивает такой вопрос, зачем я должен делать заказ? Я пришел зарабатывать, я пришел работать в интернете, вы меня пригласили строить бизнес, а теперь вы меня требуете какой-то заказ. Абсолютно справедливое возражение, потому что я тоже была новичком. Точно так же меня это возмутило, когда мне мой спонсор сказал делать свой первый заказ. И в данном видеоролике я попробую осветить свое видение, зачем нужно делать эти заказы. Итак, самое основное, самый первый момент – это активация номера. Для чего это нужно и что это значит? Компания Ariflame должна знать, что вы активный действующий консультант. На активацию номера вам дается 2 месяца. То есть, если вы зарегистрировались и в течение 2 месяцев с момента регистрации не сделали ни одного заказа, ваш номер система просто удаляет. Если вы пришли в компанию Ariflame и сделали любой балловый заказ на любую сумму, даже если это был один кусочек мыла за 25 рублей, ваш номер активирован и действие вашего номера продлевается еще на 1 целый год. То есть, ребят, если прям так против настроенных заказов, я вам советую не рубить прям с плеча, да, походите на наши вебинары, начните рекрутировать, сделайте любой заказик, любую зубную щетку, я не знаю, дезодорант, все, что самое необходимое, на любую сумму активируйте свой номер, чтобы потом не происходило плачевных ситуаций, о которых я позже расскажу. Далее, такой момент. Откуда товарооборот? Вы все должны понимать, что компания платит нам не за воздух, не просто так. Компания платит нам за товарооборот. И смотрите, может такая ситуация произойти. Вы пришли, вы не хотите быть потребителем, вы не хотите делать заказы, да, вы просто купили себе кусочек мыла, чисто, чтобы активировать номер, да, и все, и начинаете строить бизнес, начинаете наполнять свой бизнес партнерами. Вы меня извините, ребят, но вы работаете в крупной косметической компании, и ваши партнеры приходят работать в крупную косметическую компанию. И что получается? Наверняка все люди, которых вы пригласили, кто-то из них захочет что-то заказать, что-то приобрести, да, попробовать, и они, как у вас, как у спонсора, будут у вас спрашивать, а что лучше, а что вы посоветуете, а вот у меня то, а у меня это. А вы им что ответите? А вы скажете, ой, вы знаете, а я не знаю, я не пользуюсь, да. Они скажут, ну ладно, тогда и мы не будем пользоваться, раз вы не пользуетесь, да. И получается, что они начинают точно так же наполнять свой бизнес людьми, которые тоже не будут пользоваться. У вас не будет товарооборота по структуре, у вас нет потребителей. Тогда спрашивается, откуда у вас будут доходы и какой смысл в вашей работе. Давайте представим классическую ситуацию. Вы не в Арифлейм, вы не работаете в интернете, вы решили открыть свое дело в своем городе, открыть магазинчик с косметическими средствами. И вы в этот магазин, да, вы его наполнили продукцией, да, но сами вы в него не ходите. Неизвестно, по каким причинам, да, вы ходите в магнит. Да, это нелогично, но, допустим, так, да. Но вы ждете покупателей, которые придут в ваш магазин и сделают вам товарооборот. Вы же хотите получить зарплату. Но дело в том, что в ваш магазин никто не приходит. Все тоже идут в магнит, пятерочку, еще там куда-то, да. Все уходят, никто вас ничего не покупает. В вашем магазине нет товарооборота, соответственно, у вас нет зарплаты. То же самое. Важно понимать, за что компания Арифлейм платит деньги. И такой момент, который я всегда привожу, он очень наглядно как бы показывает. Смотрите, один шампунь – 10 бонус баллов. Тысяча человек купили один шампунь – это 10 тысяч баллов. 10 тысяч баллов – это доход ваш тысяча долларов. То есть просто ваши партнеры купили один шампунь себе за 100 рублей, за 99. Все. Вы понимаете, откуда теперь деньги, откуда товарооборот. Дальше такой момент. Вот смотрите, вы ходите в магазин, ребят? Конечно, ходите. Все ходят в магазин. Посмотрите, что у вас в ванной стоит сейчас. Как минимум у вас стоит сейчас шампунь. Как минимум у вас сейчас стоит зубная паста, зубная щетка, кусочек мыла. Если у вас есть муж, наверняка у вас стоит пена для бритья. Если у вас есть маленький ребенок, наверняка стоит шампунь для детей, детский, без слез. Наверняка у вас есть детский крем под подгузник. И в чем разница? Вы все это покупаете в магазине. Все люди это где-то покупают, и вы тоже. Это потому что товары первой необходимости. Но дело в том, что когда вы пришли в компанию Арифейм, теперь у вас есть свой интернет-магазин, который вы будете наполнять своими партнерами. В том числе вы тоже являетесь участником этого интернет-магазина, в котором есть те же самые все косметические средства. И что вам нужно? Вам нужно просто поменять магазин. Вы должны понимать, что когда вы ходите в магнит и делаете там покупку, вы делаете товарооборот магниту, и вы наполняете карманы директора этого магазина, а не себе. А теперь у вас есть свой интернет-магазин, а компания платит вам за товарооборот. И когда через ваш интернет-магазин проходит ваша покупка, это считается товарооборот вашей группы, и компания за вашу покупку вам еще платит деньги. Вот и вся разница, где покупать, у себя или в другом магазине. Дальше такой момент для сравнения не очень приятный, конечно, для глаз, но все же я хочу его осветить. Смотрите, ребят, представьте такую ситуацию. То есть вы, у вас проблема с кожей, да, вы приходите к косметологу, вы хотите избавиться от проблемной кожи, а там сидит вот такая женщина, которая вверху на картинке, да, слева, с такой кожей. Вы захотите к ней пойти избавляться от проблемной кожи? Нет, потому что она вам не может помочь. Она себе помочь не может, значит, и вам не сможет. То же самое, аналогичная ситуация. Вы хотите похудеть, вы приходите к этому мужчине, да, он диетолог, он тренер, но когда вы приходите, вы смотрите на него, да, он такой полностью, ну, как бы с пузиком, да, и понятно, что он не поможет вам, он сам похудеть не смог, и вам не поможет. Вы к нему не пойдете, вы уйдете просто-напросто. И внизу на картинке указана, показана девушка, это одна и та же девушка, ребята, с макияжем и без макияжа. К чему эта картиночка? Вот смотрите, ребята, вы пришли в компанию Арифлейм строить свой бизнес, да, строить свою группу, и лично я бы не захотела пойти к человеку, который приглашает меня в бизнес, приглашает меня быть успешной, красивой, а на нем нет макияжа, на нем, у него нет маникюра, он не мытые волосы, он неопрятный, неухоженный, я к нему не хочу пойти, я не хочу с ним работать, я не хочу быть как он, раз он такой, значит, я такая буду, да. То есть важно понимать, что вы лицо вашего бизнеса, вы обложка вашего бизнеса, и человек приходит не в Арифлейм, не в бизнес, не на работу в интернете. В первую очередь человек приходит к вам, на вас, на вас как на личность, и вы должны соответствовать вашей работе, вашему статусу, как бы, может быть, грубовато сейчас скажу, но вы должны соответствовать по статусу, вам положено быть красивой, быть ухоженной, да, то есть я не говорю там посещать какие-то салоны красоты, просто минимально, не знаю, быть ухоженной, небольшой макияж средненький, да, там, маникюрчик, прическа, чистые волосы, опрятное, все, вы приятный как человек, да, и люди к вам придут на ваш бизнес, потому что они увидят, что вы приятный человек для общения, да, внешности, ведь сначала же по одежке встречают нас, да, как бы такой момент. Теперь еще такой я хочу осветить момент технический, который связан с личным заказом. Смотрите, три ситуации, три девушки, данные ситуации не выдуманы, это действительно было в моей команде, в моей структуре, то есть это уже на практике все пройдено. И смотрите, какие три ситуации. Маша, Таня, Ира. Маша пришла в Reflame, не сделала заказ и не работает. Таня сделала заказ, но тоже не работает. Ира сделала заказ и работает. Давайте рассмотрим подробно каждую девушку. Итак, Маша. Мы помним, что она не сделала заказ и не работает. Она пришла, она узнала, что здесь нужно делать заказы, что здесь нужно трудиться. Сказала, здесь это все лохотрон, вы меня обманули, я не буду ничего делать. Все, она ушла, она удалилась от спонсора, обиделась, ее нету. Все. Какая ситуация происходит? Спонсор под нее строит веточку. Продолжает строить, ему не важно. Маша, Вася, Петя, кто станет директором, спонсору не важно. Он строит свою группу. Друг подруга. И вот Маша, спонсор, построил уже веточку, структурку тех людей, которых он подписывает под Машу. Он их обучает. Эти люди работают, эти люди активные, они делают заказ. Это все считается Машиной структурой. Но Маша об этом не знает. И такая ситуация происходит. Спонсор продолжает строить под Машу веточку. Он выстроил под нее директорскую веточку, 7500 бонус баллов. А где наша Маша? А ее нет. Она не активировала свой номер и просто система ее удалила. И она потеряла просто всю структуру директорскую, потеряла свой доход. И происходит такой момент. Маше нужны деньги. Она у нас осталась в базе подписчиков. Мы пишем всем подписчикам по структуре письма о наших доходах, о наших результатах. Маша читает письма, видит, что здесь какие-то есть деньги. И связывается со своим спонсором. Говорит, вы знаете, я давно была зарегистрирована и теперь решила работать. Спонсор проверяет по своим записям и смотрит, что Машиного номера уже в системе нет. И понимает, что под Машей была директорская ветка. Но Маша все потеряла. Конечно же, он начинает ее заново обучать. И Маша начинает сама все с нуля. То есть, если бы она сделала любой балловый заказ, абсолютно любой, активировала номер, то она бы сейчас уже пришла и сразу начала зарабатывать. Дальше такой момент. Таня. Таня у нас сделала свой первый заказ, но не работает. То есть, Таня тоже пришла, сказала, что вы мне обещали 1000 долларов, а здесь, оказывается, нужно работать, поэтому, извините, это лохотрон. И ушла. Но заказ свой первый успела сделать. И что получается? Спонсор все так же, как и под Машу, под Таню строит веточку. Наполняет Танин бизнес активными партнерами. И такая ситуация. Тане тоже нужны деньги, понадобились. Таня тоже получает рассылку на свою почту. Она увидела, что здесь есть деньги, что люди здесь начали зарабатывать, увидела доход, увидела справочки наши, да, и говорит, я хочу присоединиться, ну, как бы я хочу начать зарабатывать, да, с вами, хочу вернуться. Все, пожалуйста, Таня возвращается. Спонсор ее начинает обучать. А в это время он уже под нее построил директорскую веточку. Таня просто включается в работу. Один-два месяца, и у Тани доход в 30 тысяч рублей. Потому что спонсор за нее сделал 80% ее работы, да. Вот такая замечательная ситуация. И все потому, что Таня успела активировать свой номер. И дальше такая ситуация. Ира. Ира у нас сразу активная пришла. Она работает, она делает заказы, она строит свой бизнес. Да, и получается, что наравне со спонсором спонсор Ире помогает. Ира сама себе тоже делает, да, наполняет свой бизнес людьми. И две веточки под Ирой. Спонсорская ветка, директорская. Ира сама себе в две руки со спонсором, да, выстроила тоже директорскую ветку. И такая ситуация, что под Ирой две директорских ветки. Ира золотой директор. У Иры доход 60 тысяч рублей. Вот так, ребята, заказы влияют на ваш бизнес. Три разных ситуации. Один и тот же спонсор, один и тот же день регистрации, одна и та же структура, но три разных человека, которые по-разному подошли, по-разному отнеслись к данной работе. Ребятки, делайте выводы. Дальше. Что хочу еще сказать. Не зацикливайтесь вы на этих заказах. Заказы – это такая мелочь вообще по сравнению с перспективами и возможностями, которые перед вами открывает компания Арифлейм. Ребятки, поверьте, когда у вас на кану будет стоять зарплата в 50-70 тысяч рублей, вы найдете возможность, как сделать свой личный заказ. Это на собственном опыте уже испытано. И теперь я хочу вам рассказать, как лично я делаю свои 200 баллов. Я делаю минимум 200 баллов, потому что я являюсь лояльным потребителем продукции Арифлейм. И потому что я рассказала своим родственникам о том, что я в Арифлейм. То есть как это все было. Во-первых, естественно, что я не хожу в теперь магнит. У меня есть свой магазин, я это понимаю. Я делаю это вороборот в свой интернет-магазин. Я покупала по мере необходимости все, что нужно мне. Это и шампунь, и зубные пасты, и волосы я крашу. Ну и так далее. Я люблю быть красивой, люблю быть ухоженной. Я люблю краситься и реснички, и помада. Все у меня это есть. По мере необходимости я это приобретаю. Также я, когда пришла в Арифлейм, я пошла к маме в гости, взяла с собой каталог и сказала, мама, я теперь в Арифлейм, я тебе делаю скидочку свою полностью, отдаю. То есть если тебе что-то нужно теперь, покупай, пожалуйста, вот у меня, вот тебе каталог, вот тебе скидочка моя дисконтная. То есть, пожалуйста, приобретай теперь все, что необходимо. У меня не ходи больше в магазин, у меня все есть. Точно так же я пришла к своей свекрови, к своей второй маме, сказала то же самое. И я пришла к своей лучшей подруге. Ребята, все, у меня три клиента, и благодаря им я делаю 200 баллов. Люди просто, мои родственники, мои близкие друзья, просто пользуются моим интернет-магазином. То есть просто они покупают теперь все продукты ежедневного пользования лично у меня. Также они мне помогают, и они носят каталожек на работу в свой коллектив. И просто говорят, что вот у меня дочь в Арифлейме, ребята, если что-то кому-то надо, пожалуйста, покупайте. Теперь у меня все. Сама я лично себе не делаю на 200 баллов. Я себе покупаю только то, что мне необходимо. Я не хожу с каталогами, с набитыми сумками. Я просто рассказала своим родственникам, что я в Арифлейме. Вот и все. Далее. Такой момент хочу осветить про подарки. То есть я, как бы раз уже я решила сделать такое видео обширное по поводу заказов, я хочу вам осветить про подарочки. Компания Арифлейм дарит много подарков. И также у нас в каждый каталог компания проводит различные рекрутированные акции, во время которых новички всегда получают замечательные подарки, получают бытовую технику. То есть компания дарит пылесосы, компания дарит планшеты, соковыжималки, блендеры, много чего. Обычно всегда условия данных компаний – это 100 бонус-баллов с момента регистрации. То есть я хочу, чтобы вы знали, я просто вам даю информацию, что наверняка вы тоже являетесь участником какой-то рекрутированной акции. Пожалуйста, спросите у своего спонсора, участником какой акции вы являетесь. Потому что очень часто бывает, что человек неинформирован и просто пропускает подарки. Потом очень обидно. Подарочки все любят. Поэтому не забывайте про такие моменты. Также часто бывает такая ситуация, что новичку сообщаешь, что если ты сделаешь 100 бонус-баллов в течение 21 дня, ты получишь подарок-планшет. Знаете, как бывает, ребят? Человек не видит слово «подарок», человек не видит слово «планшет», он видит слово «100 бонус-баллов», «сделай заказ». Все, он зацикливается, он ничего больше дальше своего носа не видит, он просто начинает возмущаться. Почему вы с меня требуете 100 бонус-баллов? Вы сказали здесь без вложений. Да никто из тебя не требует. Вас информируют, что если хотите, вы можете получить замечательные подарки. И это уже дальше ваше личное дело – получить, использовать эту возможность или пройти мимо. Дальше. Такой момент, я думаю, что должны все об этом знать. Компания платит нам зарплату только если есть на личном номере 150 бонус-баллов. Сейчас это как бы вам, вас не касается на уровне новичка, да. Я вам как бы не советую сразу пугаться, потому что этого все всегда пугаются. Обычно где-то 150 бонус-баллов начинают делать с уровня 9-12%. На таком уровне уже, ребятки, зарплата от 5 тысяч, да. То есть, в принципе, можно, я думаю, что предложить своей маме купить шампунь там, да, подруге, чтобы заработать, чтобы уже начать зарабатывать. То есть, как бы все должны знать, что зарплата нам платится только если на личном номере у вас товарооборот 150 бонус-баллов. Дальше такой момент. Если уж совсем не хотите его покупать, ну, совсем не хотите вы быть пользователем, нет у вас друзей, нет у вас родственников, да, ну, всегда есть выход. У нас каждый вторник проходят замечательные вебинары по продукции. Мы рассказываем, как можно грамотно, ненавязчиво предложить какой-то продукт, предложить посмотреть каталог, да. То есть, если есть желание у вас работать и зарабатывать, выход есть всегда. Не нужно этого бояться. Мы вас всему научим. Мы уже не первый год как бы в бизнесе, да, мы это все прошли, у нас есть опыт, мы делимся опытом. Не нужно бояться ничего, у вас все получится. И теперь подведем итог всей моей презентации, да, как бы так вкратце пробежимся. То есть, первый момент. Не нужно бояться заказов, они не кусаются. Второй момент. Активируйте номер обязательно, чтобы у вас не такая ситуация, как у Маши плачевная, не произошла. Дальше. Нет никаких обязаловок. То есть, мы не говорим вам, купите на тысячу, на две, на три, да. Просто приобретайте по мере необходимости. Закончился у вас шампунь, купите себе пузыречек. Закончился у вас там вода туалетная, купите себе. Не ходите в другой магазин, просто поменяйте магазин и покупайте уже в своем магазине, в своем интернет-магазине Арифлэйм. Дальше. Делайте акцент на бизнес. То есть, я повторюсь, да, что когда у вас будет на кону крупная зарплата, крупная сумма денег, эти заказы просто на самом деле покажутся просто какой-то мелочью, которая сама собой приложится, вы найдете способ, ваша голова начнет работать в нужном направлении, да, ради таких зарплат. И, наверное, последний у меня уже слайдик такой, да. Это, в принципе, то, к чему мы все идем, да. Это наша свобода, это качественная какая-то жизнь, комфорт, крупные суммы денег, да. Я думаю, ради тех возможностей, которые компания нам предоставляет, ребят, ну, можно себя как бы немножко побаловать, да, и быть немножко чуточку ухоженней и чуточку красивей. У меня на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо.